Следы зубов на плече, в синяках все тело, а из ноги и вовсе пытались вырвать кусок плоти. Телесными травмами закончилась для Натальи Соболевой обычная прогулка с питомцем Корги в поселке Солоча. На него выскочила бездомная дворняга. Чтобы спасти любимца, девушка подхватила его на руки. Ну это, говорю, просто настолько страшно. То есть это можно за буквально секунду всю жизнь перечеркнуть. Если не загрызут насмерть, но покалечат инвалидам, оставят это сто процентов. Наталья вспоминает, что все случилось за пару минут. Сначала собака вцепилась ей в ногу, затем прыгала, пытаясь достать до шеи. Отбиться от пса не удавалось. Спасла проезжающая мимо машина, в которую девушка, не раздумывая, прыгнула. Меня наскоро отвезли в травмпункт сразу же. Там промыли рану, сделали уколы, сделали в плечо против бешенства. Ну скажу вам, такое неприятное. Я уколов не боюсь, но повело меня сознание, так потеряло. В общем, они, конечно, ко мне с огромной заботой отнеслись. У меня еще аллергия просто на прививки, на многие препараты. Они боялись, как отреагируют. Ну, вроде все прошло нормально. Теперь вот к ним на перевязке каждый день. И уколы делать против бешенства. Девушка отмечает, что это не первый случай. Десять дней назад эта же собака напала на ее корги. Тот гулял с мамой в окружении детей. Пес появился неожиданно. Со спины вот так бросилась. Вот в толпу детей с ним вместе собака. Собака. Это дети просто бросились в рассыпную. Если бы кто-то его взял, то ребенка бы не было. Бросились в рассыпную, он перевернул его за горло, схватил, начал трепать вот так, как тряпку. И трое мужиков прибежали с палками. Три мужчины отбили. Сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными отмечают, что пес не стоит у них на учете. Более того, есть вероятность, что раньше он был домашним, но сбежал от хозяина и примкнул к стае чипированных собак, которые давно живут в Солочи. Сейчас ее ищут. Она приедет сюда, она будет выдержана в карантине. То есть, на любом случае нужно будет ее наблюдать, так как это все-таки случай с фокусами. Далее, в принципе, то же самое, что и с остальными. То есть, если собака действительно агрессивная, если она действительно представляет угрозу, конечно, такую собаку мы выпускать никуда не будем. То есть, она будет содержаться, будет стерилизована, кастрирована, то есть, кто там в зависимости от пола. Будет содержаться, значит, на питомнике. Такая же процедура ждет всех бездомных животных. Если вы обнаружили собаку или кошку без хозяина и чипа в ухе, нужно позвонить службу по контролю за безнадзорными животными. С 2016 года они поставили на учет более 700 собак, которые попали под действие федерального закона. Однако, не стоит забывать про бдительность. Ведь до того, как собака нападет на человека, она считается неагрессивной.